Здорово, пацаны! Привет, ребята! Здорово, что вы здесь собрались все. Наконец-то! Да, потому что вы долго просили, мы долго сопротивлялись, но этот момент настал. В вашей любимой рубрике, наконец-то, legendary band Nirvana, legendary hit... Энди Уоллес. Smells like teen spirit. Yeah, rock! Чем пахнет? Чем пахнет куртка Бэйн? Да, ребята, еще раз мы слушаем не исходники, мы слушаем стемы, то есть обработанные инструменты по дорожкам. Насколько мы смогли их найти, ну, вернее, насколько Вилли Вала нам их прислал. Смог найти и прислал, да. И мы ни в коем случае не осуждаем. Мы абсолютно согласны с тем, что все песни, которые мы в этой рубрике рассматриваем, они легендарные и великие. Hits. И многие из вас пишут, что, типа, ну, а что вы хотите? Это же, там, типа, 1753 год, бубонная чума, значит, была, и вот люди сделали запись. Все вообще пьянство, наркомания и все такое. Да, а вы смеетесь, типа, вот, с точки зрения сегодняшних технологий. Коллеги, ну, а какой вообще смысл рассматривать эти записи не с точки зрения сегодняшних технологий? Просто, типа, просто включить мультитрек и повосхищаться? Ну, вы можете его скачать и повосхищаться самостоятельно. Мы все-таки пытаемся что-то проанализировать и сделать вывод о том, что и по сегодняшним меркам очень классно, и на что стоит равняться, и какие mindblown technics стоит почерпнуть для себя. А с другой стороны, мы говорим, что, ну, вот так уже сегодня не делают, и что вот на эти вещи равняться сегодня не стоит, потому что, когда мы слушаем записи тех лет, мы понимаем всегда, что это записи тех лет, и делаем скидку на какие-то моменты. Но если вы сделаете сегодня так же, вы будете выглядеть смешно и глупо. Вот и все, что мы хотим сказать. — Да, и сам факт, что мы снимаем эти видео, мы по умолчанию выражаем респект этим композициям, этим коллективам, потому что это на самом деле большие песни, которые знают многие. — Которые, в общем-то, многие из этих песен сделали вообще индустрию такой, которую мы знаем сегодня. — Сто процентов. — Хорошо это или плохо. Да, а что касается всяких современных mindblown technics, лучшее место, где их можно почерпнуть, это наш Бусти. — Вот там вот. — Стоит просто сущие копейки, 450 рублей в месяц. И вы, разумеется, если вы очень бедный человек, вы можете один раз подписаться, сохранить себе все ссылки на все ролики, не продлять подписку и смотреть их бесконечно долго. — Да. — И даже нарезать на болванку и оставить своим родственникам в качестве завещания. — Отправить. И еще там для тех, кто хочет душных разборов исходников, а не стемов, там появилась рубрика с прослушиванием исходников небезызвестного сервиса НТМ, да, именно roadchecks с анализом и подчеркиванием интересных моментов. — А также там у нас сейчас проходит, ну, не конкурс, а просто такой воркшоп. Евгений Евгений Евгеньевич подготовил классные мультитреки. — Исходники. — Именно исходники, да. И все желающие могут их свести и получить обратную связь. Причем обратная связь будет по всем работам. Жок их послушает и скажет что-то, посоветует. А лучшие работы попадут в выпуск на YouTube, где мы будем слушать уже вдвоем, а может быть и не вдвоем, может быть мы кого-то пригласим. — Может быть. — Вот, будем слушать лучшие работы, обсуждать, оценивать, комментировать, да. — Да. Эта песня «Сто лет тишины», и я ее пересведу, и Алексей Игоревич пересведет, и наши уважаемые бустеры тоже пересведут. — И Энди Волюс ее пересведет. — И Энди Ворхол. — И Энди Ворхол тоже. Вот, друзья, так что такая вот информация по полезным ресурсам. Почти 400 уже у нас подписчиков на бусте, и помимо информации, которая там есть, это еще и комьюнити, потому что у нас есть чат в телеге, несколько чатов, и с приколами, и с обсуждением демок, и с какими-то новостями из индустрии, и поэтому вы, подписавшись, получаете туда доступ, и можете общаться с комьюнити людей, ну, как минимум, заинтересованных действительно в создании какого-то качественного, музыкального продукта. — Так точно. — И, ребята, я вам много раз рассказывал про D-Box Simple. И вот они, вот они, смотрите. Смотрите, какие красавчики, маленькие, классные. Чтобы вы не писали, ой, да вы рекламируете, а потом не используете. Мы используем. Вот эти здесь на студии лежат, мы их используем. Ссылочка в описании. Ребята, что касается, кстати, наушников Divide Audio, на которые ссылочка тоже в описании. Мы ими пользуемся. Хватит писать, что о, вы прорекламировали, перестали пользоваться. Просто поскольку это наушники с мега-звукоизоляцией, в них неудобно снимать такие выпуски, потому что мы сжёг и не слышим друг друга. Это приходится настраивать мониторинг через микрофон там и так далее. Они не для этого. Это наушники не для того, чтобы снимать ролики на YouTube. Это наушники для того, чтобы профессионально мониторить себя на сцене. И, кстати, сводить в них тоже очень даже можно здорово. — Подтверждаю. — Да, все ссылочки. Все ссылочки в описании. Ну, вроде мы про всё рассказали. — Да. — Все важные моменты. Ну и, разумеется, ребята, сведения от Евгения Евгеньевича, репетиция на Lemur Studio. Всё узнаём по ссылочкам, пользуемся. Только лучшие сервисы для вас. — Для вас. Итак, что нам Вилли Вала прислал на этот раз? Он нам прислал три лейера drums. Bass layer, Gitares layer, Gitares 2 layer и Vox plus double layer. Всё, конечно же, во флагах, потому что мы заинтересованы в прослушивании высококачественных источников звука. Ах. 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 Супер кайф. Данная композиция была записана в 1991 году, спродессирована Бучем Вигом, но сведена она Энди Боллесом. Совершенно верно. Да, потому что у Буч Вига тоже была версия. Ну, я думаю, много кто знает, но если кто не знает, можно прямо найти в YouTube. Типа Буч Виг Микс. Она сведена немножко по-другому, но выбрана была в итоге версия именно Энди Боллеса. Так. Еще, кстати говоря, как гласит Википедия было записано с трех дублей и выбрано в итоге второй. То есть, вполне вероятно, что это все в антейком записано. Послушаем. Что скажешь про драмс? Довольно скромно звучат, на самом деле, вот так в соло. я этого даже не слышал. Че? Ну, что вот, рабочий вместе с бочкой бьет. но сыгран-то довольно сильно. Сыгран-то? Ну, то есть, да. В скайпе. Удар есть. Сыгран-то довольно сильно. Сыгран-то довольно сильно. Ну, то есть, да. Бас играет. Гудит, да. Довольно странно звучит бочка. Блин, ну, я не могу сказать, что что-то, типа, прям, ну, как-то плохо. Нет, ни в коем случае не плохо, но по сегодняшним меркам немножко слишком акустически. А можешь уточнить немножко, что именно? Ну, хвост такой, типа, естественный, не накачанно по низу, призвуков каких-то прилично. Ну, вот, даже в исходниках Nickelback, который ты обозревал недавно, на нашем бусте. Ну, типа, там вот kick drum, он хоть и живой, но он звучит уже модерн. Типа, мега-сок вообще. Вот это вот. А тут, ну, типа, ну, бочка. Ну, неплохо. То есть, я даже не могу сказать, что она классно записана. Неплохо. Ну, что ты хотел? 91-й год, вот это вот всё, да. Не 2022-й, 2023-й. И вот это вот дребезг. Да, да, да. Колотушки, да, всё вот это. На самом деле по низу-то нормально. Есть, есть, есть ты чё. Ну, типа, это не странная бочка, когда вот высоко настраивают, и там вот какой-то на 120 бум и супер какой-то саб ещё оторванный. Вот так вот давай этих. Тут вот есть масса, масса по низу есть. Зачем такой огромный ревер? Ну да, ревер. Не, ну, интересно на самом деле, насколько он так ганшотно звучит. Прямо как выстрел. Ух ты. А что это? Я думаю, что вот это, это пробитие гейта бочкой. Угу. Как будто снейр сам довольно с длинным хвостом резонансовым, а тут гейт бочкой пробивается. Ну, хотя тут вот нету супер какого-то резонанса. Вот, кстати говоря, вот тут вот прям слышно, что это прям вот выгрузка вот такая, то есть оверы с румами обычно вот так вот и звучат полноспектру. Странно. как будто эти тимбалы вот это. Блин, ну, не знаю. Может быть, вот это вот в контексте звука самого по себе и в соло, да, и, ну, мне кажется, довольно прикольно звучит. Неплохо, неплохо. Очень живо звучит. Ну, да. И вот это вот прям... Слышно нутку. А то мы прям перегружены вот такие вот... что-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ну, я не знаю, как-то тут прям сложно что-то сказать. Да, в том-то и дело, что... Легендарная запись, что здорово, всё здорово. Ну, типа, на самом деле всё нормально сделано, всё хорошо сделано. Плюс, учитывая, что это живяк прям. У меня вот есть, конечно, лёгкое ощущение, что тут snare drum немножко подмешан. У меня тоже есть такое ощущение. Trigger, да. Он как-то слишком уж так ганшотит ровно прям. Выстрел такой. Ну, может быть, это мастерство Энди Уоллеса. Так. Или Дэйв Гроу. Ну, Васильевич. Он немножко свингует прям. Ты слышишь? Ну, как-то ритмически интересно, скажем так. Интересно, что барабаны не свингуют. Бас свингер. Что скажешь про тон? Кстати, неплохо. Да. Вырисовывается прям импульсу такое. И цикл вполне всё, да? С атакой всё есть. А я думал, там будет восьмушка. Там что-то... да дададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад вопросов не имею типа чтоб вы понимали тут дело в том что это и без ну тут нету в песне претензии или попытки сделать так что это типа неживая игра что это ровно поэтому как бы ну да там какие-то микро неровности какие-то что-то вот это все но довольно простые партии ну и жанр музыки не подразумевал и мне кажется их философия отношения к музыке тоже совершенно не подразумевала типа сейчас мы сядем будем там делать 100 тейков типа и пока все идеально не будет сыграть raw energy гаражный вот этот на парень сыграны как бы были парни и знали материал и то есть это это в отличие это редкость для современного продакшена когда группа уже наиграла материал и может его просто мощно сыграть сейчас очень часто ну типа на студию приносится практически демо записи как бы аранжировочные моменты там партии туры они допиливаются в процессе записи а тогда все-таки чаще была ситуация когда группа приходит трезвая разыгранная готова показывать свой максимум насчет трезвый пожалуйста пошутить в комментариях мало того что сейчас особенно те кто дома сам записывают музыка сочиняется на записи и типа нету того что да вот типа написали песню опробовали как она в живую работает как она что-то поменяли там типа на все уже выграно на вал пошел в последнем я так понимаю как будто чуть поменялся звук мне кажется но он типа изо всех сил играет ну мне кажется это просто ну типа сыграно сильнее у него прям резонанс из сместились тут вот тут больше ставишь да нет это разные дубли мне кажется баланс звучков может круто непрост может быть да ну мне кажется что и в миксе никогда не услышите это абсолютно вообще лучше скажешь напишут что это все на подсознательном уровне воспринимается чувствуется но конечно я вот я в этом уж меня извините друзья я в это не верю я считаю так что если я чего-то не слышу в миксе человек который 20 плюс лет занимается музыкой значит что обычный человек точно этого не слышит в миксе и никакого влияния на восприятие это не оказывает что мы видим под япония да не микс для водителя и для европейских блять ну а почему ну типа разные разные продюсеры разные группы но почему вправо у всех у всех справа жирнее звук почему может быть это типа расстановка на сцене типа гитарист на самом деле вот этот звук мы сейчас слушаем что чистый что перегруженный он легендарный абсолютно и я знаю что многие люди пытаются повторить там и тогда но мне вот всегда этот звук не нравился даже вот когда я еще только начинал заниматься музыка я слушал и я такой классная песня классная песня классный волкл классно барабан игра но по гитарам я такой ну типа ну гитары какие-то ну типа ну так себе именно звук вот мне никогда не нравился этот звук и сейчас в соло он еще хуже звучит ну такой грязный шумовой брыжащий гранж но вот чистый во вступлении он тоже но какой-то куц и если честно не знаю но это друзья это абсолютно просто личное как бы вот личное мнение субъективное куц и куц и личное мнение а 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 Ух, сука, энергия, просто вообще всё, прям. Слышишь, там что-то посередине ещё шумит, вот как будто зафильтровано вот такое. Не, не слышал, ну-ка. Вот какой-то шум вот здесь. Не, я не могу настолько расчленить. И именно по центру вот он идёт. Ну, по зову это мета такая, склеивающая третья гитара. Вот тут вот прям усилился. И вот оно же везде есть, да. Вот это вот. Во! Что-то серединистая фузовая. Угу. А почему вот там вот его не было, а тут есть? Интересно. Какой-то звук вокруг. Да-да-да, бинауральщина полная вообще. Да-да. Онガт. Онガт. Э. Субтитры создавал DimaTorzok Очень прикольно. Вообще, как будто другая песня какая-то. Ну, я должен сказать, что в соло это звучит даже страшнее, чем в песне. Прямо очень страшно. Да. Звучит, как много лейеринга гитар. Угу. Прямо. Однозначно. Это джесс. А ты слышал вот это? Ну, конечно, нет. Абсолютно. Конечно, нет. Нам сейчас в комментах напишут. Конечно, я всегда слышал эту партию. Глухомань вообще лесная. Самое интересное, что здесь тоже уклон вправо. Угу. И вокал тоже справа громче звучит на некоторых местах. Да. Вот здесь прям видно. Я бы понял, если бы было вот так вот еще, да? Сбалансировать. Друзья, кто знает, почему так, напишите нам в комментариях, пожалуйста. Реально, может быть, есть какая-то техническая особенность, там, работы с консолями или что-то вот такое, там, аналоговое сведение или что. Но почему справа-то именно? Левый же первый всегда. Типа. Левый, правый, левый, правый, левый, правый. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый. Ну... Ну... Чё вправо-то? Я понял. Это типа та же самая гитарка, но она... Её выделили в другую дорожку, да? Угу. А так-то там это вот подряд всё ушло. Угу. Продолжение следует... 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 Мне кажется, я слышу отчетливо монодабл и что-то вот еще... Продолжение следует... 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 Это классная работа... Продолжение следует... 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 Ну, типа, да, вот Много ждали И просили разбора Но, блин, тут все нормально Просто все хорошо сделано Да, тут как бы не над чем посмеяться Не над чем Ни с чего очень удивиться Да, да, да Майнблоуинга тоже нет Просто как бы все хорошо сделано Вот и все Довольно аскетично, конечно, объективно говоря Да Ну, аскетично это не минус Это по факту Я хотел сказать, что песни это довольно длинные Пять минут, в общем Ну, соло, потому что Ну, соло, я считаю Четыре минуты Как раз радиоформата Да, ребят Ну, все, все супер кайф Мы обозрели Да Спасибо за просмотр Надеюсь, было познавательно Я думаю, мало кто не видел этих мультиков На самом деле, потому что песня легендарная И как бы И мультики давным-давно гуляют уже Да Крепко, здорово, со вкусом Ребята хотели донести и донесли Да, легенда Возможно, кстати, вот Нам кажется, что тут Ну, типа, все нормально И обычно Потому что это было, ну, заложено В дальнейшее развитие жанров И для того времени, может быть, это был майнблоуинг Вот, ну, как бы Ну, да, да Сейчас тут все, типа, в жанре По стандартам Да, да, да Да Крепко, смачно Целуем вас В попу Да Не забывайте, ребят, ссылочки в описании Ссылочки в описании вот здесь До новых встреч Пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok